Мы сейчас хотим протянуть свет в заброшенной квартире Припяти. Наш проводник смог договориться со сторожем одного из действующих объектов. Мы, конечно же, не будем говорить, кто. И они разрешили нам подключиться за умеренную плату. Вот, посмотрите, лифтовая в таком состоянии. Мотор разобрали. Угляда по колесо. Да. Смотрите, подшипник, какие ролики. Фу, как следовало воняет. Чтобы отремонтировать этот лифтовой, надо будет очень круто напрячься. Идем дальше. Ля, ребят, это аккумуляторы. Чего они? Никитка неевая. У них, может, еще электричество осталось. Может, они до сих пор работают. Аккумуляторы такого типа ЖН-45. Железно-никелевые, я так понял. Я не знаю, что это было. Если кто знает, в комментариях пишите. Возможно, это аварийное питание какое-то. А то чуть-чуть другие. О, 0,4 вольта. Это, конечно, очень мало, но может какой-то будет живой. 18,1 вольта. Но на зарядку телефона не хватит. Я думаю, что если их попытаться зарядить, они, может, еще будут работать. Это выход на крышу. Но держится хорошо. Ух ты. Ладно, ну как-то надо только упадеть. Да, да, да. Сильно не палимся. Нас видно далеко. Жесть. Смотри, вон, вон, вон. А он прям так близко здесь. Вообще прям. Обратите внимание, на крыше березы растут. Вообще как. Идем тихонько, чтобы не палимся. Мы делаем все это максимально аккуратно, чтобы нас не запалили. Ой, тихо, тихо. Я думаю, вот это будет идеальное место. Береза выросла на крыше. Какого размера? Рядом еще елочка растет. Это все на крыше. Девятиэтажки. Приятно радует, что тут есть стойки для проводов. Конечно, это радио раньше было натянуто. Но мы хотим кинуть изолированный провод. Ну, хотя бы с краю его сделать. Изолирован, чтобы никого не долбануло. И по вот этим вот опорам, между девятиэтажками, провести свет в наш дом. Ой, Антоха уже с тестером бежит. Все, мы меряем. Давай я встану, ты можешь за плечи мои придерживаться. Палимся, палимся. Держи в одной руке. Так, берем заземление хорошее. А, да, вот здесь. Чисто. Страшно. Теперь берись руками за вот этот провод, его резко дернят в ту сторону. Твоя задача двумя руками его удержать. Придерживайся за вот эту штуку, чтобы не упасть. Чтоб тебя он туда не потянул. Все, подожди. Я что, может потянуть, дай дико прямо. Его потянет в ту сторону. Да, ты достанешь. Вот сюда, где я стрельну. Становись, тебе тут удобнее. Ну что, ребят? Надеюсь, он не стрельнет меня. Надеюсь, себе на щеки покидает. Да нет, он не стрельнет. Все нормально. Сочки есть. Мы это сделали. Теперь приматываем наш провод. Медный, да, или что? Нет, медь бы уже сперли, с железом. Изолента. Пожалуйста. Провод. Вот так работают сталкеры-электрики, ребят. Если кто не знает. Такого еще до нас никто не делал. И это не просто слова, это очевидный факт. Что, теперь тянем в хату? Ну, мы пока тянем в хату. Сейчас наша задача будет только натянуть. Насеку хватит силы. И подцепить сюда. Да, да, да. Я придерживаю провод, чтобы он не ушел. Отпускай. Офигеть. Жесть. Теперь надо как-то замотать. Я боюсь, что он назад не прыгнул. За ленту. Ребят, почти готово. Мы пока жестко палимся, потому что нас тут видно вообще. Ладно, мы были бы в городе. Подумали, что мы интернет проводим. Но мы на самом деле в заброшенном городе. Ну все, ребят, готово. Смотрите, что у нас получается. У нас осталось еще столько провода. Сейчас мы его спустим на чердак и там поставим трансформатор понижающий. По-простому прокинуть 220 мы не можем. Так как у нас провод тонкий и длинный. Сопротивление большое. И при мощности более 200 ватт напруга резко проседает. Я решил повысить напряжение, как это делает в энергетике, с помощью трансформаторов от микроволновок. Повышающие трансики я спрятал на базе, а понижающие на чердаке нашего подъезда, подсоединив их по этой схеме. В результате у нас получилась однофазная высоковольтная линия напряжением 4000 вольт с глухо заземленной нейтралью. То есть второй провод нам тянуть не нужно. Мы его пустим через землю. Кстати, трансформаторы и провод я специально взял алюминиевые, чтобы у мародеров не было желания их украсть. Для безопасности я спрятал рубильник, который мы обесточим подъезд перед нашим уходом. А то вдруг тут что-то замкнет, а еще загорится. Образованный сталкер сообразит, где этот рубильник и сможет пользоваться электричеством в Припяти. А вот школьники его не найдут. Высокое напряжение, это вам не шутки. Прикиньте, теперь в квартире в Припяти есть электричество. А это значит, что даже если мы придем сюда зимой, можно включить обогреватель и жить в тепле. Прикиньте, как в нормальной жилой квартире. Не надо полить газ, не надо полить костры, что категорически здесь запрещено. Можно просто от обогревателя протопить квартиру и жить, и радоваться, как говорится. Если бы здесь еще рядом был бы магазин, и можно было купить продукты, то тут реально можно жить уже. Где воду достать, мы знаем. Электричество есть, интернет есть. Вообще круто. 4G здесь ловят на девятом этаже, это ж круто. Сейчас посмотрим, в каком состоянии распредчаток. Проработка, на удивление, в большинстве квартир нашего подъезда оказалась абсолютно исправной. Неужели оно заработает? Мы просто подключили их к сети, и все заработало. Все четко, смотри. А тоха, блин. Блин, охренеть. Вы что, посмотрите. Капец. Ну это нереально, это просто нереально. Она не войдет. Пошла зарядка. Быстрая зарядка, 74%. Ребят, хотите ли вы, чтобы мы восстановили эту квартиру до такого состояния, как она была до аварии? Собрали уцелевшую мебель, предметы утвари, технику, все, что найдем в Припяти уцелевшее, собрали в одной квартире, и создали как бы музей того времени, чтобы полностью передать атмосферу, которая здесь была до аварии в квартире. Пишите в комментах, и мы постараемся это сделать. Мы решили отремонтировать печку, спирали у нас не было, мы вместо спирали взяли обычную стальную проволоку, сопротивление у нее довольно высокое, она должна работать как спираль. И сейчас мы попробуем от этой напруги запустить вот эту печку, но в разобранном пока состоянии. Включаем свет, где выключать? А, наги там, теченьки, подсними. Перегорел. А ну, поклассай. Все, пошел, контакт. Это нормально. Снимай спираль. Главное, чтобы не замкнуло. Ну что, пробуем? Погнали. Воу. Ля, 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 ля. Давай, 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 давай. Ля, аж выруби свет, выруби свет. Выруби свет, выключай. Смотри, смотри, вырубай. Смотри, ребят. Попробуй руку, и тепло. Смотрите, ребят. Ёшкин ты, кот, какая она горячая. Как ты, я берем батон. Охренеть, ребят, можно... Врубай, врубай, врубай. О, сейчас загорится. Загорится. Загорится, сейчас загорится. Посоли, ну там, смотри, дерево. Да, нормально. Ровод дымит. Нам не хочется все отображать. Блин, оно не включается. Саня, вырубай, нахуй. Все, я вырубил. Смотрите, ребят. Как вам такая жесть в Припяти? Короче, мы эту проволоку нормально запакуем вот в эту печку. Эта печка более-менее целая. И у нас будет рабочая печка в Припяти. Мы врубим, здесь натопим зимой. Ладно, мы вырубаем свет, мы не хотим просто палиться с улицы. Очень видно. Окно у нас тупо открыто. Надо его зашторить и потом пыльзаться светом. Гаси, плавнали дальше. Толго траванулся, вчера радиации. Антон. Так блевал, что дальше, чем видел. Покруче, чем ты. Слушай, Димас, на то ли думаешь, что это все из-за жильзиаса? Ну прикинь, так проблеваться. Жесть. Вы боитесь, что от меня фонит? А, потому что я вчера был внутри реактора. Он весь как свинья грязный. День четвертый путешествия в Чернобыле с Криосаном. Это просто какая-то жесть. Тоха лазил вчера на реактор и полностью какой-то в грязи, в пыли. И спит рядом со мной. Я его уже скинул один раз. Прям на пол. Так он встает, как бумеранг, и обратно ложится. Саня вообще не спит. Никакого отдыха нет совершенно. А сейчас я буду брать у Сани интервью. И мы узнаем все про фабрику цыган. Тихо. Саня идет. Саня, а сколько стоит купить одну локтября на 300 лаксов? О, она зарядилась. А правда, что они у тебя в подвале живут? Да ты камеру достанешь. Конечно. Нас валили. Чувак, ты посмотри. Опа-на. Вишня, вишня, радиоактивная вишня. Братишка, я тебя покушать принес. Я думал, ты ее сейчас съешь. Попробуй ее. Да сейчас прям. Я же не Марк Киреев. По правилам зоны нельзя есть деревья, потому что, ну, как минимум, оно в пыли радиоактивно, ветрено сейчас. Сейчас я хочу сделать сварочный аппарат из этого аккумулятора. Все, что нам потребуется, это один аккумулятор с электровелосипеда, кусок провода, который будет, по сути, проводить электричество и выполнять роль балласта, и сварочный электрод с плоскогубцами. А у нас есть сварочная маска вообще? Какая маска? У нас все по-хардкору. А я не хочу зайчика ловить. Минусовой провод в детали. Вадим говорит, что минусом разрезают, а плюсом варят. Ну, конечно, я же профессиональный сварщик. У меня даже не один новая сварка есть аптестат. Что? Неоновая сварка, твое, перепутал. Это очень, типа, ну, то крутые могут. И что разряд? Ребят, сейчас нам Вадим покажет, как надо варить. Но перед этим я испытаю все, потому что вдруг она взорвется в его руках. Сейчас сварка покажет, кто есть кто. Приматываем электрод. Осторожно, зайчики сейчас вылетят. Пассатижи и рука вместо маски. Ё-моё! Попуха! Не будет так ярко. Ослепило капитально. О! Сейчас заварим. Жесть! Блин! Видал? Жесть, жесть, жесть. Залип электрод. Надо как дятел стучать. Слышал такой метод сварки? Быстренько, быстренько. О-о-о-о! Какой светодиодный шок! О-о-о-о! Парасы-тэ! Зажигаем губу и проникла. Уди, 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 уди! Ля, 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 ля! Как он уйдит! Да нормально все, ребят! Так что видели, ребята, наше способны велосипедные аккумуляторы. Обратите внимание, что аккумулятор вообще не нагревается. Сварка тянет 4 киловатта. Варим дальше. Сварщик 6-го разряда продемонстрирует свое мастерство на самодельной сварке из электровелосипеда. Главное смотреть, чтобы не взяли электрод. Если ты его не отдерешь, будет ба-бах, будет короткое замыкание. Может быть, я об этом знаю. У тебя несколько секунд его отдрать, чтобы... Шестой разряд, ребят, ну что вы. Где братцы? Мы такой не проходили в сварочной школе. С руками бери, он не горячий, засовывай его. Вот ты псих, Саня. Ты ведь боится. Слышь ты, блин! Ногой придерживай эту звезду, она будет прилипать. Эй, ты что творишь? Да ба... Почти, почти. Тяни дугу. Да блин! Это тебе не бенгальский огонь. Что ты делаешь? Ты видишь, что он делает? Блин! Залип! Блин! Он как ломанул отсюда, это вообще было жесть. Что вы говорили? А ты снимал, Вадим? Блин! Я один снимал. Прикинь, у меня зависла камера. Что, короче, произошло? Вадима залип электрод, и он вместо того, чтобы его отдирать, он убежал. В этот момент произошла электромагнитная вспышка. Все кончилось тем, что камера тупо вырубилась в самый отецный момент. Но вы только что это видели. Ну вы видели последний кадр? Смотрите последствия. У нас полностью сгорел провод. Антоха вот ушел ногами, вот он приплавился к аккумулятору. Надо аккуратно, чтобы током не давал. Вот в этом месте он, кстати, перегорел, и процесс остановился. Тут такой трэш был. Я тушил обои, провода ногами, пока ты просто свалил отсюда. Видите, вот мы сразу заряжаем камеру, повербанк. И главное преимущество этого напряжения, что оно невероятно мощное. Включаем болгарку. Все, 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 все работает. Нормально. А ты умеешь пилять, Антон? Да, могу сейчас запилить что-нибудь. Запилий кусочек трубы. Что, готовы? Да, готовы. Ищите, да. Все, хватит, хватит. Я пилить можешь? Короче, смотрите, ребят, пилить. Теперь у нас все готово к финальному запуску колеса обозрения. Никак не складно наберут или надо бабу не закинуть? Вообще мелко есть и подписан меня. Бабу включаем. Вадим там не останавливается. Шпарит прямо. Все, пацаны, короче, двинули мы за водой. Мы хотим пока привести хату в порядок, а Антоха вместе с Димоном идут за водичкой. Набирать в какой-то опасный объект. Короче, набрали мы воду. Припяти, представляете? Надеюсь, пацаны оценят этот жест. Санчес, смотри, мы набрали воду. Мы 4,5 литра взяли. Затестировали. Точно не фонит? Нет. Попробуй. Сейчас надо оценить. Водичку. Фу ты ну ты. Не, я не буду. Че? Болотом воняет, прямо нос режет. Завяну. Не, я буду в аварийном случае только. Это под кипячение, я так понял, да? Нет, а попробуй. Не, серьезно, делай брали. Это питьевая вода. Это питьевая вода. Это питьевая вода. Я попью потом, я боюсь, честно. Вот ваш топ-ютюбер. Боится водички хребнуть. Ребят, раннее утро, пол первого ночи. И мы выдвигаем на финальный запуск этого колеса. Смотрите, свечку мы ставим вниз, чтобы с окна не было видно свет. Антоха очень сонный. Да, здорово всем, доброе утро. Вадим вообще храпит. Покидаем храпу, трогаемся уже домой. Мы едем ночью по Припяти запускать колесо. Первая задача у Вадима положить в меня, смазать механизм. Вот у нас такой специальный. Ой, отлично. Прям, пожарните, я даже спрашиваю, я там. Все, я свою работу сделал. Пацаны устанавливают велик на редукторный вал. Смотрите, сколько усилий у меня. Может, кто-то держал сзади. Может, не было. Ну попробуй, чуть-чуть, кажется, я держу. Колесо немного проворачивается и блокируется. Что-то ему мешает. Просто, если прижать колесо к этому валу, не хватает крутящего момента. Он вначале крутится, потом идет натяжка тросов и начинает проскальзывать. Что мы делаем, Саня? Трош привязан, и он уже запутался. Это другой план? Подожди. Там петля, кстати, пацаны. Это план Б. Вернее, даже уже план С. Мы зацепили трос. Сейчас попробуем намотать его на мотор, как на ребёдку. И крутануть колесо. Сейчас будут лютые усилия. Надеюсь, ничего не обрвется, все выдержит. Такую конструкцию самер придумал. Смотрите. Давай, давай. Пока не попробуешь, не узнаешь, вот так себя ведет это колесо обозрения. Сопротивляется за третий день. Оно сопротивляется нам очень жестко. Отпусти, отпусти. Радиоактивное колесо. Все, пошла на двор. Слышишь, развед? Придерживаемый назад откручивается. Иди. Пошла. О, 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 о. О, о, о. Слышишь, развед? Все, 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 все. Ёпара, сцепля. Жесть. Ёпара, сцепля. Что-то было. Короче, надо цеплять не за вот эту штукенцию, что мы уже цепили, а за верх. Я туда не смогу завернуть. Сюда? Да. Ослабь. Трос сильно надели. А тут груз мешает, да, и въехать? Да, мешает, кстати. Груз надо снять. Окей. А тут нет, как садится. Видели, как садится? Мы его не удерживаем. Я же саду. Ну, помогу, насилие там. Вот надо просто на руль встать и держать. Давайте садим, попробую, опять. Встать, да? Да, да. Ну? Капец, опасно. Сильная натяжка? Я хорошо привязал. Очень сильно. Чуть-чуть отпускаю, и нахуй не садим. Нет, нет, бред. Мне кажется, что трос не лопнет. Нет, раз точно лопнет. Да, конечно, он тоненький вообще. Ты смотри, сколько вот эта херня весит. Тогда, короче, звезды надо ставить. План В. Сейчас. Это вал редуктора. В общем, если прижать колесо с велика, просто не хватает крутящего момента. Если вставить вот эту звезду, она вставляется как бы четко, болтами даже держится все. Ее можно приварить, конечно, но сварка у нас поломана. Пацаны, мы реально старались. Чуть-чуть провернуть нам удалось. Если вы реально хотите, чтобы мы закончили этот проект, поддержите нас. Пишите в комментах. Мы обязательно все это дело допилим. Сделаем нужные инструменты. Не знаю. Приехать сюда на тракторе уже нахуй с толстым тросом и конкретно его уже крутануть. Кстати, если бы была бы автомобильная лебедка, может быть бы и получилось. Ну а сейчас нас ждет долгий и опасный путь домой. В следующий раз мы хотим привезти и установить мотор, предназначенный специально для этого колеса. Провести сеть 220 и спрятать кнопку пуска, чтобы любой при желании мог запустить колесо и прокатиться на нем. Мы единственные, кто сгонял в Припять на электровелосипедах. Ну радоваться еще не стоит, потому что нам надо еще выбраться отсюда. Мы проезжаем мост. Мы это сделали. Вот, все. Такая радиация дикая у меня в кроссовках. Фонит так, что мама не горит. У меня отрубился велик, сели аккумуляторы. Я не знаю, сколько пришлось на себе тащить вот этого монстра. Тут ловчая яма, как мы видим. Мы выехали, наделся пилку зоны. Сейчас здесь нас должны встретить. Все дела.